объясним как пользоваться пультом вот я сейчас подал напряжение первое что будет загораться это вот вся реклама все лампочки показывает какие у него есть 13 версии прошивки микросхем после этого можно работать включаем есть летний режим вот с помощью этой кнопки есть зимний режим с помощью этой кнопки в зимнем режиме три программы это по комнатной температуре по батареям по теплоносителю и по таймеру обычно пользуются по теплоносителю устанавливаем это вода установленная на подачи примеру на подачи я запрашиваю поставил программу работаем по батареи примеру я прошу на подачи батареи пример 55 градусов пишет устанавливаю через пять секунд он пишет фактическая фактическая 24 25 градусов и идет попытается запуститься котел чтобы добрать вот до установленной температуры то есть до 55 градусов это работа по батареи потом когда выключится котел опять будет процесс повторяться есть работа по комнатной температуре по комнатной мы задаем также температуру примеру в доме в комнате вот именно вот в этом месте где пульс читает через эти отверстия температуру я прошу примеру 25 градусов 24 он запоминает мою температуру прошу запрошенную и вот показывает реально тоже у него 24 градуса если я попрошу меньше он не будет запускаться если я попрошу больше 24 он будет запускаться вот так он работает на комнатной температуре по таймеру таймер является цикличная работа программа она она как бы выполнена из двух режимов работает отдых и работа вот работа у него 30 минут встроенная уже систему управления она не не меняется 30 минут постоянно составляющая время отдыха меняется ставлю таймер и плюс-минус выбирая программу допустим я поставил таймер 12 часов что это означает что каждые 12 часов на 30 минут будет запускаться котел сейчас он показывает 4 градуса в комнате и и так 30 минут проработает 2 12 часов отдыхает 30 минут проработать 12 часов отдыхает если я поставлю меньше примеру час час он отдыхает 30 минут работает до бесконечности вот обычно работают на этом в этом режиме есть также режим горячего водоснабжение если у нас включится к примеру горячая вода сейчас вот включили вот он показывает что идет разбор горячей воды вот на умывальнике бежит горячая вода и он показывает стоит нам закрыть горячую воду этот значок выключится опять переключится на батарею вот так он работает или горячая вода или отопление зимой летом мы отопление убираем с помощью вот этой кнопки нажмем у нас появляется только горячая вода значок показывает 24 градуса в комнате и больше ничего не показывает стоит нам включить воду вот включили воду 24 градуса возможно и будет работать до тех пор пока мы его не выключим как выключим он опять будет показывать комнатную температуру установка горячей воды я вам рекомендую там в книжке конечно еще кое-какие там указаны способы установки но я вам рекомендую нажать вот эту кнопочку умывальник выставить температуру но не больше 50 здесь максималка 60 максималку никогда не ставьте 50 52 многие ставят 45 среднее значение 50 поставки он запрограммируется вот и опять встанем на этот значок это зима это лето и убеждаемся это летний значок это зимний значок двумя способами потом вы когда обслуживаете как пользуетесь котлом пришло у вас лето вы нажмете вот эту кнопочку выйдет значок сразу автоматически закроется подача на дом не будет отопления не надо ничего не закрывайте не открывайте все вот так стоит и давление поддерживаете на котле включив вот этот значок вы переходите на зимний режим и плюс горячая вода в нем же вот две кнопочки у вас полностью управление это включить эту кнопку один раз настроим можно и больше не трогать и зимой обязательно скорректируем температуре в доме холодно надо добавить но больше 65 70 мы не рекомендуем почему то что повышенная температура всегда идет накипи образования процесс повышенного накипи образования поэтому работе и повышенный разбор газа тут тот же экономичность ваш карман как бы опустошается поэтому ставьте как можно меньше температуру которая вас устраивает вот так и плюс здесь еще один момент значит пульт наш отображает ошибки если загорится если загорится зеленая это есть пламя он будет будет символизировать у нас тут газа просто нет сейчас я сымитирую как он будет показывать вот смотрите вот так зеленый чуть дальше отойди чтобы свет как бы вот такой такая полосочка зеленая это означает идет пламя если по каким-то причинам что-то его не устраивает обязательно напишет пишет от от 2 ошибки до 57 каждая ошибка что-то означает примеру если вот допустим вышел из строя датчик датчик температурный который снимает у нас показатель какая вода в системе отопления вот он пишет у нас проблема обязательно и цифра 0 5 то есть вышел датчик температурный датчик если к примеру вышел нет воды нет циркуляции выйдет 02 если нет газа выйдет 03 нет воздуха выйдет 10 перегрев 16 выйдет вот сейчас идет ложное пламя у нас так как у нас показатель такой есть вот так устроен потом еще данная информация сейчас будет для более точного для более точной настройки пульта она будет только для специалистов или для определенных круга лиц вот смотрите выключив пульт мы можем также воздействовать на работу насоса вот вот этого насоса и вентилятора после остановки сколько им надо работать времени здесь конструктор заложил неплохую функцию значит выключив пульт нажав две кнопки вместе выйдет цифра p1 это работа насоса зимой и и летом это 2 2 2 значения работы насоса есть также работа вентилятора фен летний и зимний режим поэтому как можно установить больше режим работы насоса после включения котла или меньше допустим вы включаете p1 работа насоса нажмете вот эту кнопочку и тут получается два значения поставив значение 40 выпад насоса дольше будет работать после остановки котла нажав 10 он будет работать намного меньше после остановки котла также мы можем мы можем поставить вентилятор можем поставить чтобы он продувка была намного дольше можно поставить меньше можно поставить еще меньше вот и так же еще один режим есть тоже нужно поставить больше или меньше и вентилятор можно поставить меньше после того как выбраны значения программирование производится выключением он вводит в память все теперь программа же запомнила еще одна функция есть также между включением выключением огня пламени выключив пульт нажимаем теперь плюс минус плюс минус нажав выходит он цифр это значение и цифры цифры идут от 2 до 20 что это означает если я поставлю цифру 20 значения то выключится он и долго не будет включаться но это не в градусах единицах но ориентировочно через 20 градусов включится ну просто там коэффициент если если мы поставим если мы поставим цифру 2 примеру то он только выключится и и сразу через два градуса включится обычно рекомендуем мы рекомендуем 5 чтобы но не остывала вода в рукомойники там побыстрее включался или в целях экономии газа там чтобы интервал был под ним побольше ну вот 10 как бы золотая середина обычно вот ставим 8 5 такие значения между включением выключением огня то есть он набрался отключился через какое время он включится через время опускания температуры до какого значения интервал вот этот интервал можно с помощью плюс минус как я говорю уже можно устанавливать очень удобная функция чтобы часто не щелкал поставим больше чтобы долго дом не охлаждался поставим меньше вот такое значение выключив опять включив все запомнило лето зима сейчас на летнем режиме нас летом все